Привет, меня зовут Гульнас, в эфире всем полюбившаяся рубрика моделирования. Мне и самой моделирование очень нравится, и каждый раз я открыла для себя что-то новое. Но не будем говорить много, и сразу перейдем к моделированию. Для создания такой модели платья нам понадобится базовая конструкция плечевого изделия. Полочка, передняя половинка, спинка, задняя половинка изделия, и на этом все. Эти лекалы можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Таких учебников очень много. Я построила по своей инструкции пособие по конструированию женской одежды. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Начнем с детали полочки, передней половинки. Горловина в этом случае не округлая, а V-образная. Определим примерный уровень нижней точки горловины. И соединим по прямой с высшей точкой, с точкой основания шеи. Слегка прямой, слегка круглой линией. И обозначим еще одну ключевую конструктивную линию. На изделии это линия, которая идет от начала, от острого конца, от острого уголка среза горловины примерно к уровню талии, возможно чуть выше. Проводим ее округлой линией. Можем разрезать полочку по этим линиям. Теперь верхняя деталь по середине полочки нам уже не нужна. Можем ее исключить. Продолжим работать с оставшимися деталями. Нам необходимо будет нагрудную выточку исключить. Но поскольку этот раствор где-то должен сохраниться, для хорошей посадки в области груди, поэтому нагрудную выточку мы переведем в талию. Соединим два острых кончика нагрудной талиевой выточки. И разрежем лекало по этой линии. Закрываем нагрудную выточку в прежнем ее положении. И она открывается в талиевой выточке. Мы видим, что на картинке от округлой линии как раз идет талиевая выточка, но она имеет определенный наклон. Поэтому мы можем сохранить тот же самый раствор, но немного сместить этот наклон. Достаточно будет буквально двух сантиметров в сторону бокового срезка. А такого небольшого смещения дефектов посадки не будет. Таким образом мы просто сместили кончик талиевой и нагрудной выточки ближе к боковому срезу. В прежнем ее состоянии вот в этой части треугольника уже нет. Выточка перешла чуть правее, ближе к боковому срезу. Мы видим, что по нижней детали юбочной части, назовем ее так, талиевой выточки, нет. Поэтому сейчас мы продолжим талиевую выточку до самого низа и разрежем лекало по этой линии. Далее закрываем талиевую выточку. И она открывается снизу юбки. И юбка приобретает тряпециевидный силуэт. Как раз такой силуэт мы видим на картинке. Для создания еще большего расклешения вы можете по аналогии разрез лекало также вдоль еще в нескольких местах и сделать небольшое расклешение. И как обводить юбочную деталь. Верхний срез остается непрерывным. Боковой срез просто повторяем. Ну а по низу изделия обрисовываем каждый из отрезков и соединяем их плавной линией. И еще один момент. Относительно верхней детали полочки это пониженный уровень плеча. На техническом рисунке визуально это примерно 5-7 сантиметров. Поэтому мы можем продолжить плечевой срез. Ту же линию. Без каких-либо дополнительных изгибов. То есть по наклонной на 5-7 сантиметров. А боковой срез также немного поднимем. Поскольку на картинке мы видим более зауженную промо, чем она есть в обычном состоянии. Немного повышаем боковой срез и отводим его вправо. И соединяем прямой линией внешнюю плечевую точку и верхнюю точку бокового среза. Вот и все. Отдельно краем деталь манжеты. А теперь переходим ко спинке. И нам необходимо также разделить деталь спинки на верхнюю и нижнюю деталь. Но при разделении, при определении уровня линии, назовем его талиевым срезом, возможно он чуть выше уровня талии, нам необходимо будет отталкиваться от. Поэтому смотрим на боковой срез, замеряем длину бокового среза по полочке и делаем отметку на боковом срезе спинки. От этой точки проводим уровень талии и разрезаем лекало. По верхней детали спинки талиевой вытачки мы не видим. Часть талиевой вытачки, либо полностью, если она небольшая, можно убрать от бокового среза. К примеру, раствор талиевой вытачки, ее ширина, составляет 1 см. Мы можем по талиевому срезу от линии бокового среза отложить вовнутрь 1 см. И плавно увести эту отметку на нет к вершине бокового среза. Лишнее по линии срезаем. И таким образом талиевая вытачка переходит в боковой срез. В прежнем ее положении мы ее просто игнорируем, как будто ее и нет. Ну а что касается плечевого среза, здесь история та же. Мы удлиняем плечевой срез либо по наклонной на 5-7 см. Либо можем немного изогнуть линию. Но в таком случае, если вы решили шить платье с дополнительным изгибом от внешней плечевой точки, советую, прежде чем стачивать изделие, сделать примерку и посмотреть, насколько хорошо сидит изогнутый плечевой срез на вашей фигуре. Поскольку можно легко ошибиться в форме этого изгиба и может появиться волна дефект в области плеча. Итак, удлинили плечевой срез, удлинили боковой срез, немного уведя его дальше. Соединяем по прямой внешнюю плечевую точку, опущенную плечевую точку и новую точку бокового среза. И на этом моделирование верхней детали спинки готово. Теперь, что касается юбочной части. Она у нас имеет также раскалешенный силуэт, силуэт трапеции. Но при этом на картинке мы видим, что задняя половинка юбочной части состоит из клиньев. Из трех клиньев. Один центральный клин без каких-либо швов посередине задней половинки и два боковых клина. Эти клинии мы можем создать таким же методом, как и по передней половинке юбки. Для исключения талиевой вытачки. От кончика талиевой вытачки проводим перпендикуляр вертикальную линию вниз. Разрезаем лекало по этой линии и отделяем центральную деталь от боковой. Далее нам необходимо сделать раскалешение для каждой из деталей. И раскалешение должно быть примерно одинаково. Вообще, что касается бокового среза по спинке. Угол боковой линии по спинке должен быть таким же, как и по передней половинке. Поэтому в совокупности. Ну а срезы между боковой деталью и центральной деталью также должны иметь примерно одинаковое раскалешение. К примеру, по низу изделия мы отложим 5 сантиметров с одной стороны и сделаем раскалешение с самого верха. И то же самое совершаем и с центральной деталью в отношении центральной детали. Также, например, 5 сантиметров откладываем в сторону боковой детали и плавно приводим эту отметку наверх практически до талиевого среза. Посередине задней половинки юбки будет сгиб, поэтому никаких раскалешений не делаем. Увеличиваем только срезы соединения боковой детали с центральной. Ну и при необходимости можем также увеличить немного боковой срез задней половинки юбки. Для того, чтобы он имел ту же форму, тот же угол, что и боковой срез передней половинки. К примеру, если мы его не будем раскалешать, очевидно, что этот боковой срез по задней половинке не такой широкий, не такой раскалешенный, как боковой срез передней половинки. Поэтому нам необходимо будет увеличить и второй срез боковой детали. Ну что ж, наше платье готово. Если у вас есть какие-то интересные модели и вы хотели бы разобрать их на мелкие детали, то присылайте мне фото на почту happy.gmail.com. Но, пожалуйста, в хорошем качестве для того, чтобы я могла вставить эту картинку в видео и желательно с указанием автора. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь и смотрите предыдущие уроки. Я уверена, вы найдете много интересного. С вами была Гульнас и спасибо, что вы со мной. Мы увидимся очень скоро. Я желаю вам успешного дня. Я знаю, у вас точно все получится. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok